Логистические цепочки вынуждены перенастраивать все, без исключения страны Содружества, потому что в принципе кризис касается всех деталей в обзоре наших корреспондентов. Александр Лукашенко на этой неделе подписал указ о поддержке экономики. В первую очередь это касается сферы жилищного строительства, малого и среднего бизнеса, предприятий, которые производят продукцию на экспорт, в том числе агропромышленный комплекс. Тем более сейчас, когда спрос на продукты питания растет в мире вообще бешенными темпами. Нам сейчас шанс на этом поднять сельское хозяйство. И россияне с удовольствием берут все товары. Из-за санкций Запада белорусские и российские товары пропали с полок зарубежных магазинов. Жители Прибалтики и Украины начали приезжать за лекарствами, средствами личной гигиены, продуктами и топливом в Беларусь. Открыли границу и просят хотя бы немного муки, гречки и соли. Ну благо мозор-соль работает, можем тоннами, тысячу тонн продать этой соли. Это тоже наша возможность, чтобы вы знали. Еду, чтобы бак бензина заправить и будут ехать. Президент Казахстана Касымжо Мартокаев уверен, что в стране есть все необходимые резервы для поддержки экономики. В первую очередь правительство поддержало тенге, ограничило вывоз иностранной валюты за рубеж и установило контроль за ее приобретение. Тенге уже две недели не может отыграть свое 15-процентное падение. Санкции против Москвы и Минска влияют и на рынок продовольствия. Цены на товары первой необходимости выросли в среднем на 30-40%. В магазинах дефицит, но в правительстве успокаивают. В стране есть стабилизационные фонды. Там свыше миллиона тонн муки, макаронных изделий, сахара, круп и овощей. Эти запасы ежедневно пополняются. Мы должны меньше ввозить и больше производить своих продуктов и овощей. Для этого мы расширяем площади под посев картофеля, масленичных и кормовых культур. Будем субсидиями поддерживать животноводство. Снижать арендную плату на рынках для товаров первой необходимости. Достаточно запасов сахара и муки и в Армении, говорят в правительстве. И призывают людей не создавать панику. Она возникла после того, как был введен запрет на вывоз зерна и сахара из России. Москва для Еревана основной поставщик. Людей это испугало. И они стали сметать с полок товары первой необходимости. Все это спровоцировало резкий скачок цен. Сахар, например, подорожал на 50% и теперь стоит 1 доллар. Столько же стоит килограмм муки. Власти уверяют, запасов продуктов первой необходимости хватит надолго. Их закупили на год вперед. Растут цены и в Азербайджане. В магазинах подорожали масло и колбаса. В среднем на 20-30%. Цена на муку пока остается на прежнем уровне. Зерна в их стране достаточно. Стабильными в республике остаются цены на бензин и на газ. Они не менялись с начала года. Небывалый потребительский бум на этой неделе наблюдался и в Кыргызстане. На расхват были сахар, растительное масло и мука. Но ситуацию удалось сгладить. Из госрезерва выделили тысячу тонн сахара, а также 500 тысяч литров растительного масла. Их продают по фиксированным ценам. И теперь их нельзя вывозить из-за предела зоны Евразес. На полгода введен запрет на вывоз из республики мясо крупного рогатого скота и корма для животных. Не просто обстоят дела и с топливом. Если дизеля в стране хватит на месяц, то запасов бензина только на две недели. Поставки есть, но они минимально серьезно подорожали запчасти до 40%. Резкий рост цен на топливо никак не сказался на стоимости проезда в общественном транспорте Твилиси. Дополнительные расходы взяла на себя мэрия города. А вот в регионах тарифы подскочили. В Аджарии, чтобы добраться из Батуми в Высокогорье, придется заплатить 7 лари. Это больше 2 долларов. Частники жалуются и на подорожание запчастей. Дороже станет и ремонтировать вагоны Твилисского метро. Большинство из них еще и с прошлого века. Планы обновления парка пришлось поставить на паузу. Европейский банк реконструкции и развития пристановил выплату 50 миллионов евро российской компании, которая в 2021 году стала победителем тендера на поставку нашего метро 44 вагонов. Мы будем разбираться с европейскими партнерами.